Девушки отдыхают И каковы успехи? 25% людей сдаются уже в первую неделю И почти 100% к концу первого месяца Знакомая ситуация С точки зрения национальной психологии, это интереснейший период борьбы с силой воли и поведенческих привычек Мы хотим быть независимыми и целеустремленными Мы проанализировали свое поведение с рациональной и практической точки зрения Мы взвесили все плюсы и минусы Логичнее всего бросить курить Но при этом мы продолжаем внутренний диспут, стыдя себя, пугая, пытаясь торговаться и взять себя в руки Нашему сознанию крайне трудно контролировать наши бессознательные импульсы Несмотря на все вышесказанное, большому количеству курильщиков удается завязать Статистика табакокурения радикально улучшилась в последние годы Прогрессирует ожирение, но люди как никогда информированы о правильном питании и пользе упражнений Быть может, это знание сможет погасить нарастающую волну На сегодняшней лекции мы будем изучать долгосрочное изменение поведения Вначале мы посмотрим на статистику Затем проведем обзор основных моделей изменения поведения Которые помогут нам выделить базовые концепции и разобраться, что они означают То есть мы поговорим о таких вещах, как самоконтроль, самодисциплина, мотивация и сила воли В конце мы дополним список способов воздействия на поведение, применимых для групп, сообществ и даже обществ в целом Я прошу вас не забывать изречения о великом сострадании и великом сосредоточении все то время, что мы будем работать с этим материалом Никому не хочется набирать лишний вес, приобретать зависимость или вести совершенно сидящую жизнь Но всякое бывает К счастью, мы можем кое-что сделать Начнем с похудения Наверняка многие из вас пытались либо сбросить вес, либо перестать толстеть И наверняка сталкивались с так называемым эффектом йо-йо Когда вы занимаетесь изо всех сил и худеете Но как только вы откладываете гантели, вес возвращается вновь Мы все свидетели того, как мучилась с весом опра, то теряя, то набирая его снова К сожалению, несмотря на все средства, инвестированные в фитнес-индустрию И на все тратящиеся на него деньги, средняя потеря веса составляет 2-4 килограмма Или 5-10 фунтов, и у большинства людей вес возвращается назад Единственное исключение составляет хирургия потери веса Но в настоящее время она применяется только для экстремальных случаев Возможно, нашей целью должна быть профилактика набора веса Поддержание формы и полноценное питание То есть сохранение физических кондиций, а не борьба за килограммы Посмотрим на курение и расстройства, связанные с употреблением психоактивных веществ В среднем человеку требуется 4-5 попыток, чтобы бросить курить Среди бросающих курить самостоятельно успеха добивается около 7% Среди тех, кто использует никотинозаместительную терапию Такую, как никотиновые пластыри и жвачки, таблетки Зибан или Чантикс Этот показатель составляет около 30% И для полного успеха им требуются те же 4-5 попыток Перейдем к алкоголю Вмешательство лечащего врача может снизить сопряженное с риском потребления алкоголя на 50-60% Речь не идет о людях с полноценной алкогольной зависимостью А только о тех, кто просто пьет многовато или так, что рискует здоровьем А как обстоят дела с лечением? Есть программы детоксикации, программы стационарной и амбулаторной реабилитации, программа 12 шагов Но лечение начинает только 25% и только треть из них становится лучше У пациентов случаются временные улучшения и срывы Но можно ли что-то сделать, чтобы изменение поведения стало более устойчивым и постоянным? Был проведен целый ряд поведенческих исследований Но все они, как правило, рассматривали каждую из моделей поведения отдельно Однако появились современные работы, охватывающие весь их комплекс Приведу в пример новое исследование НИЗ В рамках которого ученые наблюдали за теми, кто смог изменить свое поведение Параллельно проводя генетические анализы и анализы крови Изучая их систему стресс-ответа В попытке понять, что отличает этих людей от всех остальных Благодаря всем этим исследованиям удалось выделить 4 ключевых компонента Необходимых для успешного изменения поведения Во-первых, это реалистичные ожидания и достижимые цели Во-вторых, наличие внутренней мотивации или желания меняться В-третьих, ключевые навыки, то есть умение засучить рукава и делать то, что необходимо Причем желательно, чтобы новая здоровая модель поведения стала привычкой И последнее, это реалистичный план действий Мы также знаем, что обязательным условием успеха является поддержка вашего близкого круга и социального окружения в целом Прежде чем говорить о каждом из этих элементов Нужно представить действующую модель изменения поведения Если человек не готов меняться То как подвести его к этой мысли, что такое изменение и как оно происходит Рассказывая о теории изменения поведения, я часто начинаю с упражнения «кулак» Обычно участники делятся на пары Одному из партнеров велят поднять вверх кулак Он должен держать руку поднятой, потому что ему это нравится Ему так хочется, и ничто не может изменить его решение Соответственно, задача второго партнера — любыми средствами убедить первого опустить кулак В результате вы получаете полную комнату людей, часть из которых держит одну руку в воздухе, а часть изо всех сил старается опустить кулак вниз Что только люди не делали, они прыгали и висли на поднятой руке, щекотали друг друга, даже предлагали партнеру деньги Но в большинстве случаев, к концу упражнения руки все еще оставались в воздухе Однако, иногда кое-кому удавалось добиться успеха Каким образом? Как правило, они спрашивали своего партнера «Эй, почему твоя рука поднята? Зачем ты это делаешь? Чего добиваешься? Не лучше ли ее опустить, ведь рука наверняка устала? Что еще может доставить тебе столько же удовольствия, как эта поднятая рука? Как видите, эти умницы не пытались заставить человека делать то, что им нужно А приняли партнера таким, каков он есть, и старались понять его мотивацию и использовать эту информацию, чтобы найти способ изменить его поведение Это был классический пример так называемой транстеоретической модели Или, как ее многие называют, поэтапной модели изменения поведения Эта модель ценна тем, что позволяет рассматривать изменения поведения не как неделимый процесс, завершающийся либо успехом, либо провалом Но как динамическое действие, состоящее из пяти разных этапов, на каждом из которых человек претерпевает то или иное изменение Что это за этапы? Мне нравится представлять их в виде круга, вернее колеса, разделенного на пять секторов, похожих на куски пирога, символизирующих эти пять стадий Все начинается с предварительных размышлений Это предварительный этап, не относящийся к колесу, поскольку на этой стадии человек еще не задумывается об изменении Поэтому первый сектор колеса — размышления Вы задумались об этом? Пока еще не уверены, возможно, вы попробуете измениться в ближайшие полгода-год Но этого точно не случится в ближайшую неделю или месяц Вам еще многое предстоит сделать Следующий этап — подготовка Вы уже решили, что хотите изменить поведение, но еще не знаете, что делать Вы пока еще не уверены до конца, но готовы начать меняться в течение ближайшего месяца Третий этап — действие Вы назначили себе дату и приступаете Следующая стадия — продолжение действий То есть вы используете новую модель поведения около полугода Последняя стадия очень интересна Мы с вами почти замкнули круг Начав с размышления, подготовки, действия и его продолжения И, наконец, срыв Срыв или повторный срыв Это нормальная часть процесса Вспомните, курильщику нужно 4-5 попыток, чтобы окончательно завязать с этой привычкой Так что выпасть из процесса вполне нормально Ваша задача на этом этапе — понять, что выбило вас из колеи и скорректировать свой план, чтобы следующий оборот колеса имел больше шансов на успех Чем хороша эта поэтапная модель? Она позволяет увидеть промежуточное достижение Даже если вы не сели на диету, не занялись спортом или все еще курите Вы, возможно, уже многое прошли, покопались в материалах и изучили возможные варианты Вы медленно пробираетесь сквозь эти стадии, чтобы в конечном итоге добраться до этапа действия, а затем и до стадии продолжения действия Но как подтолкнуть себя или любимого человека к стадии подготовки или действия? Сразу вспоминается упражнение «Кулак» Вы можете хотеть чего-то одного, а ваш партнер — совершенно иного Это ваша задача — понять желание другого человека, поскольку оттолкнуться можно только от них Есть целый ряд техник мотивации, разработанных на основе транстеоретической модели изменения поведения, под названием мотивационное интервьюирование Изначально оно разрабатывалось для врачей общей практики, но в настоящее время используется повсеместно Я хочу представить вам все три стратегии, показательные для мотивационного интервьюирования Первую стратегию нужно реализовать с участием партнера Две другие можно осуществить самостоятельно в любой момент Помните, что стратегии предназначены для продвижения человека от этапа предварительного размышления к размышлению, подготовке и действию Три стратегии, о которых пойдет речь Это выявление и реагирование на утверждение об изменении Баланс в принятии решений и линейка готовности Что такое утверждение об изменении? Цель мотивационного интервьюирования — завести разговор об изменении Развить его и, по сути, в ходе беседы с человеком выделить малозаметные признаки его готовности или неготовности к изменению Проще говоря, утверждение об изменении — это любое утверждение, которое делает ваш собеседник в отношении своих мыслей об изменении О необходимости изменений, готовности к ним или своей способности измениться Задача слушающего — заметить это утверждение и обратить на него внимание говорящего Чтобы направить дальнейший разговор в нужное русло Наша цель — не убедить говорящего изменить поведение, а поддерживать разговор, чтобы он мог глубже осознать и продумать необходимость перемен и обрести внутреннюю мотивацию к действию Приведу пример Недавно у меня состоялся разговор с пациентом «Да, я понимаю, — сказал он, — что если буду принимать таблетки о давлении, то буду чувствовать себя лучше, но мне от них в то время хочется писать Это так неудобно Утверждение об изменении в данном случае «Я понимаю, что мне будет лучше» Что я сказал в ответ? «Расскажите мне подробнее, почему вам станет лучше» Это утверждение говорит о том, что человек понимает, что поступает неправильно и наносит себе вред Но мне было важно, почему он заглянул в себя и сказал все вышеназванное своими словами Давайте поупражняемся Я прочту вам выдержки из реальных сеансов психотерапии с пациентами А вы постарайтесь выделить утверждение об изменении Те самые подсказки, которые позволят нам развить дальнейший разговор Когда найдется такое утверждение, подумайте, что бы вы сказали этому человеку Итак, первый отрывок Не понимаю, почему все так перевозбудились из-за этого Ну, перебрал я немного В смысле, обычно я пью не пьянее Просто выдалась бурная ночка, вот и все Заметили утверждение об изменении? Если да, то какое? Оно было в самом первом предложении Почему все так перевозбудились? Он не говорит о своем желании измениться, но говорит об реакции окружающих на его поведение Он заметил эту реакцию и понял, что она была негативной Я бы сказал ему Расскажи больше о том, как отреагировали люди И увел бы разговор в этом направлении Второй отрывок Пациент сказал В целом, у меня все нормально То есть я питаюсь неправильно и не занимаюсь спортом, но чувствую себя хорошо Но по большей части Бывает, спина побаливает и колени тоже Но это жизнь Где тут утверждение об изменении? И что бы вы сказали в ответ? Мне кажется, их два Первое, что бросается в глаза, это то, что у него болит спина и колени То есть он замечает негативные проявления Я бы сказал Расскажите поподробнее про вашу спину и колени Что, на ваш взгляд, вызывает эти проблемы? Вы же наверняка заметили фразу Я пытаюсь неправильно и не занимаюсь спортом Можно сказать Расскажите, что вы понимаете под неправильным питанием и занятием спортом Вы направляете разговор в это русло И вы нуждаете его разбираться со своим поведением И проговаривать его своими словами Вторая стратегия, как я уже говорил, называется баланс в принятии решений И ее можно реализовать самостоятельно Вам только потребуется доска или большой лист бумаги, на которых можно писать Вы должны нарисовать простую табличку с двумя столбцами под названием «изменять» и «не изменять» И двумя строками, озаглавленными «плюсы» и «минусы» Соответственно, вам предстоит рассмотреть плюсы и минусы изменений и прежнего поведения Скажем, если речь идет о курении, то мы рассмотрим плюсы курения и отказы от курения Затем рассмотрим минусы курения и минусы отказа от курения У вас есть четыре прямоугольника, и важно заполнить их все, поскольку некоторые вещи у вас всплывут не один раз В теории, когда человек видит, что плюсы перевешивают минусы, он понимает, что меняться необходимо Хотя он все еще не входит в стадию подготовки или действия И последняя, третья стратегия — линейка готовности Ее можно использовать как во взаимодействии с другим человеком, так и самостоятельно Это простой способ помочь вам глубже понять, насколько вы готовы к изменению поведения Что нужно сделать? Допустим, мы продолжаем говорить о курении На шкале от 0 до 10 отметьте степень своей готовности бросить курить 0 совершенно не готов, 10 абсолютно готов Согласно ощущениям, ставьте точку Для чего это нужно? Допустим, вы поставили себе 3 Спросите себя, почему не 2? Почему не 1? Что я должен сделать, чтобы тройка превратилась в четверку? А в пятерку? И так далее Обычно люди в стадии подготовки уже практически готовые к действию Выставляют себе 8, 9 или 10 Есть несколько вариаций такой линейки Например, вместо того, чтобы спрашивать, насколько вы готовы действовать Можно спросить, насколько для вас важно изменить свое поведение И точно так же поставить оценку от 0 до 10 Или отметить на шкале от 0 до 10, насколько вы уверены, что способны изменить поведение Дальнейший процесс такой же Вы будете задавать себе те же вопросы Вы выставили себе четверку, почему не меньше? Что нужно, чтобы повысить оценку? В целом, вы готовы, если верите в то, что изменение важно Плюс к тому вам нужна уверенность в том, что вы способны сделать все необходимое, чтобы изменить свое поведение Вернемся к слагаемым успехам То есть к списку составляющих, необходимых для изменения поведения Этот список включает реалистичное ожидание Мотивацию, ключевые навыки Разумный план действий И получение поддержки и помощи от вашего окружения Пройдемся по списку Во-первых, реалистичное ожидание и цели Очень часто в моей практике встречаются пациенты, приходящие на прием и говорящие Доктор Сеттерфилд Я хочу похудеть на 150 фунтов В таких случаях я думаю Как прекрасно, что этот человек пришел Но как же нам будет трудно Без применения бариатрической хирургии сбросить такой вес крайне сложно Обычно я отвечаю Я счастлив, что вы здесь И буду рад с полной удачей работать вместе с вами Но давайте, эта цель будет нашей путеводной звездой А пока что мы сосредоточимся на первоначальных задачах и шагах, которые мы можем предпринять Зачем я так делаю? Поставить нереальные цели все равно, что запрограммировать себя на неудачи Если месяц будет проходить за месяцем, а мы так и не достигнем желаемого, то это демотивирует пациента Цели должны быть умными В английском они обозначаются акронимом S-M-A-R-T S-специфичными конкретными, M-измеримыми, A-достижимыми, R-релевантными или уместными, T-своевременными Итак, слагаемая успеха номер один для достижения устойчивого изменения поведения, постановка умных целей Второй компонент связан с мотивацией, и тут все сложнее Мы немного говорили о мотивации в свете этапов изменения поведения и в свете конкретных действий, направленных на повышение уровня личной мотивированности Мы называем мотивацией активацию поведения, направленного на достижение целей По определению, это может быть поведение любого рода Мотивация может быть внутренней или исходить извне В целом, если вы внутренне мотивированы, то устойчивое изменение поведения более вероятно Что характеризует мотивацию? Три вещи Мы должны осознавать важность Должна быть уверенным в своих силах И мы должны находиться в соответствующих социальных условиях или контексте Давайте рассмотрим эти три ключевые составляющие мотивации Первое, что я упомянул, это ценность и важность Когда мы говорили о балансе при принятии решений, мы заполняли таблицу плюсов и минусов Эта таблица помогает оценить важность и увидеть истинную ценность изменений Вспомните линейку готовности, когда мы оценивали важность предстоящих изменений по шкале от 0 до 10 Эта линейка не только дает нам представление о степени важности предстоящего изменения Но помогает осознать, как мы пришли к этой мысли Проблема в том, что мы забываем, почему оно так важно Мы действуем на автопилоте, отвлекаемся параллельно и решаем несколько задач и забываем о наших целях и ценностях Нам нужен способ освежить эти идеи в памяти Регулярно возвращаться к ним и пересматривать, чтобы не забывать, насколько они для вас важны Следующий элемент — уверенность в собственных силах Это вера в то, что человек способен действовать определенным образом для достижения определенных целей Это уверенность в себе В том, что я могу сделать то, что нужно для изменения своего поведения Уверенные в себе люди чаще считают сложные задачи выполнимыми и реже уклоняются от их решения Более высокий уровень уверенности увеличивает вероятность отказа от курения, физических упражнений, диеты, использования презервативов, гигиены полустирта, пристегивания ремня безопасности и даже регулярного обследования груди Уверенность в своих силах — ключевая составляющая мотивации Теперь социальный контекст Мы говорили о важности социальной поддержки, о влиянии социальных кругов Мы знаем, что окружающие нас люди сильно влияют на наше здоровье и на наше поведение Если вы много пьете, то, вероятнее всего, ваши друзья и семья тоже пьют слишком много Если у вас лишний вес, то в эту категорию, скорее всего, попадет как ваша семья, так и ваши друзья Мы принадлежим к какому-то племени, и у этого племени сходное с нашим поведением Нам нужно либо изменить окружение, что не так просто, либо дать ему четкие инструкции Каковы ваши цели и ценности, и что они могут сделать, чтобы поддержать вас или помочь вам С точки зрения социального окружения, крайне важно по возможности устранить искушения и триггеры Этот процесс называется стимульный контроль Если вы стараетесь есть меньше, либо не держите в доме нездоровую, соблазняющую вас пищу Либо, если вы все-таки ее едите, положите себе ровно столько, сколько вам можно съесть Унесите в столовую, а остальное уберите подальше Возвращаемся к нашим слагаемым успехам И номер три в их списке были ключевые навыки Ключевые навыки возникают по-разному Они могут идти изнутри, например, мотивация, саморегуляция Они могут появиться благодаря семейному кругу и друзьям, лечащему врачу или окружающей вас в среде Как правило, я сначала рассказываю о саморегуляции и посвященной ей работе Уолтера Мишелла Исследование проводилось в 60-е и 70-е годы У Уолтера Мишелла было три дочери Старше из них было пять лет, когда он начал свое исследование Девочки подрастали И он заметил, как они начали обретать самоконтроль Несмотря на то, что в этом возрасте им было очень сложно противостоять искушениям Он провел над ними довольно жесткий эксперимент, который назвал зефирным тестом Ребенка сажают за стол Перед ним ставят тарелку с аппетитным кусочком зефира Иногда его даже посыпают шоколадом Ребенку говорят Ты сможешь съесть этот зефир прямо сейчас Но Если ты подождешь Я уйду на 5-10 минут И когда вернусь, дам тебе два кусочка зефира Решай сам Съесть кусочек сейчас Или два куска, но немного погодя Видеоролики с записью этого эксперимента доступны онлайн Крайно интересно наблюдать, сколь удивительные стратегии борьбы с искушением использовали эти 4, 5, 6, 8-летние дети С помощью этого теста Мишеллу удалось выяснить, что способность к саморегуляции начинает улучшаться в 4-5 лет Способность контролировать себя в столь раннем возрасте предвещает успешную учебу в начальной и старшей школе И даже успешную сдачу квалификационных тестов Если помните, в лекции по неврологии, когда мы говорили о саморегуляции и самоконтроле То обсуждали лобную долю и префронтальную кору Отчасти упомянутые факты связаны с созреванием префронтальной коры Но похоже, что врожденные способности тоже играют роль В более поздней работе Анджелы Дакворд из Пенсильванского университета утверждается Что для успеха в школе саморегуляция в два раза важнее уровня IQ Что же такое саморегуляция и можно ли ей научиться? Она состоит из нескольких элементов Во-первых, из самонаблюдения Прежде чем что-то менять или контролировать, нам нужно собрать информацию о самих себе, чтобы понять, как идут наши дела Во-вторых, самооценка Собранные данные нужно проанализировать, понять, какую шкалу оценки мы используем, на каком этапе пути к цели мы сейчас находимся И, наконец, самореакция Осознав, как у вас идут дела, вы наградите себя или накажете Три компонента Сонаблюдение, самооценка, самореакция Поговорим о силе воли Это очень скользкая субстанция Нам нравится думать, что мы полностью контролируем свое поведение Но, как выяснилось на прошлой лекции, мы подвержены разнообразному влиянию Есть ряд современных интересных книг о силе воли В частности, работа Келли МакГоннигал, изданная на русском языке под названием «Сила воли», где говорится о силе посылов «Я буду, я не буду, я хочу» Или книга Роя Баумайстера, где самоконтроль предстает как ограниченный ресурс организма, который можно исчерпать почти полностью Он похож на мышцу Если часто и много ее напрягать, мышца устает, и вы не можете использовать ее с прежней интенсивностью В книге описываются разные эксперименты, но их базовая парадигма примерно такова Группу участников приглашают в комнату, где есть тарелка с аппетитным, свежеиспеченным печеньем И привлекательная тарелка с редиской В первой группе говорят «Угощайтесь, можете съесть, что хотите и сколько хотите» Это ситуация, где проявление воли не требуется Второй группе говорят «Угощайтесь, но печенье приготовлено не для вас, а вот редиску можете съесть в неограниченном количестве» То есть от участников требуется проявление силы воли, напряжение этой самой мышцы для отказа от печенья Во второй части эксперимента обе группы приводят в бар и предлагают пить что и сколько угодно Исследователи обещают оплатить все заказы В итоге те, кто перед этим вынужден был подключить силу воли и не съесть печенье, выпивают больше Каким-то образом их сила воли истощилась, мышца устала, и они не смогли отказать себе в удовольствии немного перебрать в баре Стресс и реакция «бей» или «беги» истощает силу воли Недосып тоже уменьшает силу воли Но есть поведенческие вещи, которые могут помочь нам ее укрепить Я говорю об упражнениях И имею в виду не занятия спортом, а тренировку самой силы воли Итак, устанавливаем реалистичные цели, отслеживая момент, когда наша сила воли истощается, восстанавливаемся и в следующий раз делаем пару шагов вперед больше Несколько внутренних навыков, являющихся компонентом самореакции, составной части саморегуляции Перед вами ключевые навыки Мы уже немного говорили о стимульном контроле, то есть об устранении соблазнов Если вы хотите бросить пить, не проходите мимо бара по пути домой Если вы хотите похудеть, то не держите дома чипсы и мороженое О когнитивной реструктиризации, втором по списке, в внутреннем навыке мы говорили на лекции по когниции, когда на примере одного пациента делали упражнение ABCD Человек записывал свои внутренние убеждения относительно какого-то события А затем переосмысливал их, то есть когнитивно реструктиризовал эти мысли Третий пункт связан с ситуационным упражнением, речь идет о награде и наказании Здесь нужно быть аккуратными Часто бывает так, что человек идет в спортзал и выполняет все запланированные упражнения Естественно, он очень доволен собой, поэтому в этот вечер в качестве награды позволяет себе двойную порцию, что нивелирует весь эффект от спортзала Вместо этого ему нужно было вспомнить о своих ценностях и целях и вознаградить себя чем-то, что способствовало бы их достижению или как минимум не отбрасывало бы его назад И последний важный внутренний навык самореакции, управления стрессом или настроением Известно, что стресс и настроение воздействуют как на наше здоровье, так и на силу воли Если нам удастся снизить уровень стресса, то нам будет проще изменить и поведение Вернемся к навыкам, получаемым от других Вспомните о мотивационном интервьюировании, сутью которого является межличностное взаимодействие Был проведен ряд исследований работы врачей и коучеров, сравнивавших эффективность мотивационного интервьюирования и других более традиционных техник С помощью мета-анализа удалось установить, что по сравнению с другими, мотивационное интервьюирование более эффективно помогает людям изменить поведение в сфере потребления алкоголя и наркотиков, здорового питания и занятия спортом Что если вы сорвались, соскочили с подножки? Вспомните колесо с компонентами поэтапного изменения поведения, срыв – нормальная часть этого процесса Очень важно не быть чересчур критичными к самому себе в случае неудач Излишняя требовательность повышает стресс, который, в свою очередь, ослабляет вашу силу воли В такой ситуации это совсем не нужно Нормальный процесс предусматривает рефлексию и адаптацию целей, которые должны казаться достижимыми Нам могут потребоваться структурные стратегии, такие как стимульный контроль Возможно, нам придется учиться справляться с пристрастиями Мои пациенты с полномасштабной химической зависимостью часто говорили о необходимости пережить позыв То есть о состоянии, когда организму физически необходимо выпить или получить какой-то другой мощный стимул Они прекрасно знали, что делать ничего нельзя Что эта волна как накатит на них, так и сойдет на нет И в этот момент очень важно придерживаться выбранной стратегии, чтобы перетерпеть это состояние Как насчет стратегий, предлагаемых извне? На прошлой лекции мы говорили о подходах, основанных на страхе, и о том, что они оказываются малоэффективными, в отличие от позитивных подходов и примеров В совершенно новой сфере поведенческой экономики существует ряд стратегий, также способных нам помочь В лекции об общественном здравоохранении мы говорили об эффективности таких вещей, как повышение табачных налогов Сейчас речь ведется о налогах на нездоровую пищу, такую как чипсы и газировка Еще одна стратегия, которая ставит во главу угла не награду за правильное поведение, а наказание за неправильное поведение В качестве примера приведу сайт www.stick.com Для чего он разработан? На этом сайте вы пишете свою цель и оставляете номер своей кредитной карточки Как правило, если вы не идете в спортзал или едите все в подряд, то награду вы получаете незамедлительно А наказание, то есть проблемы со здоровьем, откладывается на далекое будущее www.stick.com применяет немедленные штрафные санкции Если вы не достигаете своих целей, они берут вашу кредитку и делают пожертвование, которое вы бы не одобрили Не правда ли, что это радикально? Но выбор всегда за вами Сайт интересен тем, как он манипулирует мотивацией Вынося на передний план наказание и делая награду менее значимой Еще пример — искусство или архитектура выбора На лекции об общественном здоровье мы поговорим об этом подробнее Речь пойдет о таких вещах, как пассивное курение Доступность спортзалов и здоровой пищи Запрет на продажу алкоголя после двух часов Нью-Йорк хочет отказаться от подачи в ресторанах газированных напитков объемом более 16 унций Нравится вам это или нет, но это и есть внешние стратегии, направленные на изменение нашего поведения Еще раз вспомним слагаемые успеха Реалистичное ожидание, мотивация, навыки и план действий Как и наши цели Последний пункт тоже должен быть реалистичным Наш план должен быть подкреплен ресурсами У нас должны быть четкие сроки начала Мы должны поделиться им со своим социальным кругом Нам нужно регулярно проводить оценку, предвидеть препятствия, не пугаться про буксовки и срывов Периодически нам может быть нужна помощь врача или консультанта И как ни парадоксально, такая структуризация освобождает нас от власти наших импульсов Помните, что 40% преждевременных смертей является следствием поведения Меняться сложно, но не невозможно Привычки бывают разными и их трудно менять Иногда они крайне нездоровые И наша задача превратить их в преимущество Вспомните 4 ключевых канала Автономная нервная система, ГГН-система, иммунология и эпигенетика Все они задействованы, когда речь идет о поведении При следующей встрече мы поговорим о борьбе со стрессом Переведено и озвучено в клубе складчик.ком